Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Спонсор сегодняшнего выпуска – клан 12 уровня Абвар, который набирает игроков, начиная от 9-го доунхола, с желанием играть нон-стопом в клановых играх. И не просто играть, а побеждать них, что и ребята делают сейчас с успехом. Также собирать хорошие бонусы в ЛВК, ведь у ребят на текущий момент Хрустальная Лига 2. Одна из самых комфортных по количеству медалек для игроков с прокачкой, начиная от 9-го доунхола. Средний возраст в клане 18-20 лет. Имеются топы, которые помогут с донатом и подскажут, как лучше атаковать разные расстановки. Ну а сам глава клана – это мой давний зритель, имеющий фулл ТХ-13. Тайп клана оставляю в описании к этому ролику, и именно сейчас самое время задуматься о своем клане, если вдруг вы его еще не нашли, потому что буквально через пару дней начнутся новые клановые игры, а это значит, что вы сможете получить новые волшебные предметы, больше ресурсов, да и вообще кучу разных плюшек. В общем, если вы еще не нашли свой клан, то очень рекомендую. А к нам тем временем подъехала новая свеженькая инфа по грядущему весеннему обновлению. И в этот раз изменений действительно очень много, мы сейчас с вами по всем ним пройдемся, и посмотрим, как это повлияет на дальнейший ход игры. Итак, начнем мы прежде всего с войск. У нас появятся войска нового уровня – это гоблин 8-го левла на ТХ-12, варвар 9-го левла, тоже на 12-м Тонхоле, а на 13-м ТХ появится миньот 9-го уровня и валькирия 8-го левла. Следующий столбик в этой табличке – это стоимость улучшения, далее время открытия, да, то есть время прокачки в лаборатории, следующее – ДПС – это урон в секунду, ХП – это, собственно, здоровье, следующий столбик – тренинг хост – это стоимость тренировки, ну и, собственно, тренинг тайм – это время, за которое тренируется юнит. Теперь, я думаю, даже если с английским у вас не очень хорошо, вы смогли разобраться в этой таблице, и, собственно, после обновления 12-й и 13-й Тонхолы получат вот такое небольшое улучшение по войскам. Что меня удивило, на самом деле, в этой таблице удивило меня то, что всегда варвар и лучница, как правило, были одного уровня, а теперь получается, что варвар у нас будет 9-го максимальный, а лучница – 8-го. Мне кажется, что, скорее всего, потом, чуть попозже, добавят еще и лучницу 9-го, потому что как-то иначе получается несбалансированно. Также небольшие изменения произойдут у нас и с заклинаниями. Прежде всего, это коснется 13-го Тонхола, у нас появится яд 7-го уровня, и это, мне кажется, действительно значительно облегчит игру, потому что яд очень широко использован. И плюс ко всему, во многих кланах есть 13-е ратуши, которые смогут донатить этот яд другим, более низким Тонхолом, но, соответственно, те кланы, у кого уже 10-й левел, смогут получать яд на 2 уровня выше, чем у них имеется. То есть, получается, если у вас яд 5-го левла и клан 10-го левла, вы будете получать 7-й яд себе в подкреплении. Также небольшая ремарка связана с 9-ми ратушами. На 9-м Тонхоле на текущий момент максимальный уровень фриза — это 1-й. Однако же после обновления весеннего фриз будет максимального уровня 2-й. То есть, ранее 2-й левел был доступен только на 10-ке. Теперь же фриз 2-го левла будет доступен на 9-м Тонхоле. Как это повлияет на игру, как изменятся атаки, я так думаю, что, скорее всего, разработчики хотят немножко оживить фриз, потому что на 9-ке им мало кто пользуется. Поэтому они немножко снижают, скажем так, доступность фриза относительно ратуши. То есть, если раньше 2-й левел открывался только на 10-ке, теперь будет открываться на 9-ке. То есть, возможно, у нас после обновления появятся какие-то миксы на 9-м Тонхоле, связанные именно с использованием фриза. Теперь переходим к зданиям и начнем с ресурсных зданий. На 10-м Тонхоле у нас с вами появится золотая шахта 14-го уровня, сборщик эликсира также 14-го уровня и скважина черного эликсира 8-го левла. Раньше их не было, и, соответственно, теперь, начиная с 11-го Тонхола, вы сможете все их прокачать на плюс 1 левел. О чем это говорит? Это говорит о том, что ресурсы будут копиться теперь немножечко быстрее, за счет того, что просто скважины, сборщики и шахты у нас получат дополнительный уровень. Также очень важная ремарка, что теперь на ТХ-9 можно будет поставить третью скважину черного эликсира. Ранее это было доступно только начиная с 10-го Тонхола. И, опять же, это говорит о том, что теперь на 9-ке будет проще прокачивать бесконечных героев, потому что у вас будет чуть-чуть больше дарка, чем это было ранее. В общем-то, мне кажется, обнова действительно очень хорошая, потому что затрагивает не только топов, но еще и среднячков, восьмерки и девятки, благодаря вот таким, возможно, небольшим, но действительно хорошим улучшениям качества игры, на что и была направлена изначально эта обнова. И, наконец, переходя к строениям дефа, на 13-м Тонхоле также появятся новые уровни для дева. А именно, Башня Лучниц теперь у нас будет 18-го уровня, Мортира 13-го уровня и Бомбежка 8-го левла. На текущий момент у нас максимальные левлы на 1 ниже, так что те 13-е Тонхолы, которые уже успели порадоваться, что все, они прокачались и игра пройдена, не спешите радоваться, потому что впереди вас ждет еще очень много прокачки, и, наконец-таки, наконец-то, можно будет имплить все те ресурсы, которые уже очень долгое время простаивают. Ну и под конец скажу ту новость, которую ждут многие 13-е Тонхолы, даже те, которые еще не в фулл прокачке, но которым нечего делать и нечем занимать своих строителей. Так вот, после этого обновления у нас с вами появится дополнительных 50 заборенных 14-го уровня, так что снова можно будет и нужно будет качать забор. На этом официальная информация заканчивается и начинается немного неофициальной информацией, а именно вот такой интересный скрин гуляет сейчас по сайту Pushparash Gaming. Это ребята, которые заранее выкладывают различные сливы по играм Supercell, и, как мы видим с вами, сейчас рядом с торговцем появилось какое-то дополнительное место, которого раньше не было. Можете написать в комментарии свои предположения, я пока что вообще не знаю, что это такое может быть. Единственная мысль, которая приходит, это какие-то ежедневки в Clash, но не знаю, оно или нет. В любом случае будем ждать инфы. Ну и по традиции пришло время подвести итоги розыгрыша с прошлым мемом. Выбрать опять оказалось не просто одного убедителя, потому что было много годных комментов, но больше всего мне понравился коммент от Family Cinema. Что рисуешь? Скин для королевской чемпионки, но там же ничего нет. Да я знаю, но собственно скин на королевскую чемпионку ждут уже и с ее выхода, с декабря месяца скина все нет и нет, нет и нет, и похоже не скоро это и будет. Но тем не менее я очень надеюсь, что рано или поздно мы и мы дождемся, а Family Cinema получает от меня 75 рублей на свой киви, либо же карту. Поэтому под своим комментарием оставь реквизиты для перевода тебе, а у нас тем временем новый мем. Мистер, вы превысили скорость, говорит гаишник водителю автомобиля. Водитель что-то ему отвечает и после чего гаишник не только не выписывает ему штраф, а даже включает мигалку и просит всех уступать дорогу, потому что они очень-очень спешат. Что же ответил ему водитель, что породило вот такую нестандартную реакцию? Пишите ваши идеи в комментарии, автор самого лучшего коммента, как обычно получится от меня 75 рублей. А итоги подведем в следующем ролике по Клэшу. Ну а если это видео было тебе интересно и полезно, не забывай ставить лайк и подписываться на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. А я желаю удачи, пока-пока!